всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я вам расскажу какие бренды были популярны в россии в 90 я вам расскажу о нескольких из них если вы захотите вторую часть то давайте наберем 300 комментариев и 300 лайков даже если будет 300 лайков то я все равно засниму вторую часть так вот начнем до 90-х годов был был в стране железный занавес который не позволял производить продукцию легкой промышленности более модную современную потому что производилась просто для того чтобы людям было что носить это были не яркие серые вещи коричневый черный все ходили в одинаково после того железный занавес вы все понимаете что это такое когда страна находится под куполом в отрыве от других стран то есть все страны то есть она живет как бы отдельно других стран и никто не может в эту страну попасть там не бренды никто вот это железный занавес с наступлением 90-х конечно же ситуация изменилась ведь случился распад с и все иностранные бренды у них появился новый рынок это россия российской федерации новый рынок где можно продавать свои бренды продукцию и все просто на прилавке российских магазинов были заняты иностранными брендами это были просто такие яркие красивые вещи с узорами нет не похожих друг на друга вещи конечно же российские женщины да и я думаю что не только женщины но и мужчины которые устали от однообразных серых вещей конечно же хотели примерить на себя новую одежду как-то выделиться но это могли позволить себе не все лишь те у кого на это были возможности финансы но как только появились новые бренды на полках магазинов никто не понимал никто не объяснил как нужно их носить с чем нужно сочетать потому что примера не было если ты купил яркую одежду тут уже мог считаться законодателем какой-то моды если в твоем гардеробе была яркая вещь я лишь расскажу о нескольких брендов которые были популярны в 90-е 1 это dolce calci это итальянская фирма выпускавшая колготки в ссср были серые черные коричневые колготки вообще не привлекательные а это итальянская фирма выпускала яркие узорные в горошек в ромбик в квадрате колготки конечно же она просто завоевала любовь российских женщин эта фирма конечно же я вам расскажу еще про джинсы мэвин почему именно мэви ведь были и другие иностранные бренды которые также были на рынке российском почему же именно эти джинсы допустим левайс это была достаточно дорогая марка ее могли позволить себе не все одни джинсы стоили 250 рублей при зарплате тогда в 120 рублей то есть вы понимаете да что это ки джинсы могли себе позволить не все а эти джинсы могли себе позволить достаточно широкий слой общества потому что они были дешевле и это бренд просто стал популярным моментально потому что однопразные серые костюмы школьные какой-то весь единый стандарт был уныл и где выделиться было просто невозможно но вот эти джинсы есть у тебя были джинсы значит ты просто такой законодатель моды и что никто с тобой не сравнить но не стоит забывать о том что эти джинсы также как эти колготки в условиях дефицита в 90-е годы было также достать сложно если ты доставал и ты ходил в них значит это был считалось признаком такого достатка что ты считался как бы крутым богатым таким это фирма выпускала всего две модели это широкие и зауженные также я хочу рассказать про обувь лимонти иммигрант из ссср леонид гендельман переехал в сша и стал леоном а в 1985 году основал фирму по продаже бюджетных но качественных вещей лимонти уже через пять лет в них ходили все российские женщины ассортимент бренда насчитывал не менее 600 моделей обуви а реклама этого бренда шла сразу же после санта барбара целых 15 минут то есть когда у всех экранов телевизоров были женщины этот бренд рассказывал в течение 15 минут о том как же и почему же стоит купить эту качественную обувь лимонти предлагал также еще и выгодные условия они отправляли свои посылки в любую в любую точку страны то есть доставка поэтому все покупали я рассказала лишь о маленьком количестве брендов конечно же их на самом деле было больше если вы хотите как я уже сказал вторую часть то давайте наберем 300 комментариев 300 лайков и тогда вам будет вторая часть всем спасибо подписывайтесь на мой канал ставьте лайки комментарии всем спасибо всем пока